Боже, будь милостив ко мне грешному. Создав имя Господи, помилуй меня. Бесчиславе согрешил Господи, прости меня грешного. Создав имя Господи, помилуй меня. Господи, благослови воскресый измертый Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистой Твоей Матери, силы честного Рождестворящего Христа, святых ангелов наших хранителей и всех ради святых. Помилуй и спаси нас, яко благость и человека любит. Аминь. Боже, будь милостив ко мне грешному. Создав имя Господи, помилуй меня. Бесчиславе согрешил Господи, прости меня грешного и помилуй. Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, Исущего в гробах живот даровав. Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, Исущего в гробах живот даровав. Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, Исущего в гробах живот даровав. Святые Божии, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Божии, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Божии, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святые посети, исцели немощи наши, имя Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет царствие Твое. Да будет воля Твоя на земле, как и на небе. Хлеб наш, насущный, дай нам на сей день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавок. Ибо Твое есть царство и сила, и слава во веки. Аминь. Аминь. Встав после сна, мы преподаем к стопам Твоим благи. И ангельскую песню возглашаем Тебе сильной. Свят, свят, свят Ты, Боже. Молитвуем, Богородица, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. С постели от сна Ты поднял меня, Господи. О, мой, просвети и сердце, и открой устамы, и чтобы воспевать Тебя, Святая Троица. Свят, свят, свят Ты, Боже. Молитвуем, Богородица, помилуй нас. И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Внезапно придет Судья, и деяния каждого обнаружатся. Со страхом воскликнем в полночь. Свят, свят, свят Ты, Боже. Молитвуем, Богородица, помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Аминь. Встав после сна, благодарю Тебя, Святая Троица, что по великой Твоей милости и долготерпению Ты, Боже, не прогневался на меня ленивого и грешного, и не прекратил жизни моей среди беззаконий моих, но оказал мне обычное Твое человеколюбие, и поднял меня спящего, чтобы принести Тебе утреннюю молитву и прославить могущество Твое. И ныне просвети мои мысли, чтобы мне получаться Слов Твоем, уразумевать заповеди Твои, исполнять волю Твою. И открой уста мои, чтобы прославлять Тебя в благодарном сердце и воспевать Святейшее Имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Аминь. Придите поклонимся Царю нашему Богу. Придите поклонимся и припадем ко Христу, Царю нашему Богу. Придите поклонимся и припадем к самому Христу, Царю и Богу нашему. Салон 36 Не ревнуйте, завидуй делающих незакония Ибо они, как трава, скоро будут подкошены И как зеленеющий злак убянут Уповай на Господа и делай добро Живи на земле и храни истину Утешайся Господа, и он исполнит желание сердца твоего Придай Господу путь твой и уповай на него, и он совершит И выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень Покорись Господу и надейся на него Не ревнуй распевающему в пути своему человеку лукавствующему Перестань гневаться и оставь ярость Не ревнуй до того, чтобы делать зло Ибо делающие зло истребятся Уповающие же на Господа Наследуют землю Еще немного и не станет нечестивого Посмотришь на его место и нет его А кроткие наследуют землю И насладятся множеством мира Нечестивый зло умышляет против праведника И прижащит на него зубами своими Господь же посмевается над ним, ибо видит, что приходит день его Нечестивые обнажают меч и натягивают лук свой, чтобы не зложить бедного и нищего, чтобы пронзить идущих прямым путем Меч их войдет в них же сердце, и луки их сокрушаться Малые у праведника лучше богатства многих нечестивых Ибо мышцы нечестивых сокрушатся А праведников подкрепляет Господь Господь знает дни непорочных и достояния их прибудет вовек Не будут они постыжены во время лютой и во дни голода будут сыты А нечестивые погибнут И враги Господни, как туг армсов, исчезнут В дыме исчезнут Нечестивый берет взаймы и не отдает А праведник милует и дает Его благословенное им наследует землю А проклятое им истребятство Господом утверждаются стопы такого человека И он благоволит в пути его Когда он будет падать, не упадет Ибо Господь поддерживает его за руку Я был молод и состарился И не видел праведника Оставленных и потомков его протящими хлебом Он всякий день милует и взаймы дает И потомство его благословение будет Уклоняйся от зла и делай добро И будешь жить вовек Ибо Господь любит правду и не оставляет святых своих Вовек сохранятся они И потомство нечестивых Истребится Праведники наследуют землю И будут жить на ней вовек Уста праведника изрекают премудрость Язык его произносит правду Закон Бога его в сердце у него Не поколеблюсь со стопы его Нечестивый подсматривает за праведником И ищет умертвить его Но Господь не отдаст его в руки его И не допустит обвинить его Когда он будет судим Уповай на Господа и держи в пути его И он вознесет тебя Чтобы ты наследовал землю И когда будут истребляемы нечестивые Ты увидишь Видел я нечестивца Грозного расширявшегося Подобно укоренившемуся многобетистому дереву Но он прошел И вот нет его Еще его и не нахожу Наблюдая за непорочным И смотри на праведного Ибо будущность такого человека Есть мир А беззаконники все истребятся Будущих нечестивых Погибни от Господа Спасения праведником Он защита их Во время скорби И поможет им Господь И избавит их Избавит их от нечестивых И спасет их Ибо они на него уповают Слава Отцу и Сыну и Святому Духу И ныне и всегда И во веки веков Аминь Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя Слава Тебе, Боже Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя Слава Тебе, Боже Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя Слава Тебе, Боже Боже Очисти меня грешного Ибо я никогда не делал Ничего доброго перед Тобой Избавь меня от зла, и пусть будет во мне Твоя воля. Дай мне, не подвергаясь осуждения, открыть мои недостойные уста. И восхвалить святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Аминь. Восстав от сна, посреди ночи приношу Тебе песни, спаси, преподая к стопам Твоим, взываю к Тебе. Не дай мне в основе греховной смерти, но сжалься надо мной, добровольно распявшийся. Скоро подними меня, беспечно лежащего, и спаси меня, стоящего пред Тобой на молитве. И после сна ночного пошли мне ядственный, безгреховный день, Христе Божий, и спаси меня. Владыка, человеколюбчив, встав после сна, я спешу к Тебе, и по милосердию Твоему принимаю за угодные Тебе дела. Я молюсь Тебе, помоги мне всегда и во всем, и избавь меня от всякого зла в мире и от дьявольского искушения. И спаси меня, вели в Царство Твое вечное, ибо Ты, мой Творец и источник и податель всякого блага. На Тебя вся моя надежда, я возношу Тебе хвалу, ныне, всегда и во веки веков. Аминь. Аминь. Господи, по обильной Твоей благости и по великому Твою милосердию, Ты дал мне рабу Твоему в прошедшее время этой ночи провести без напасти и всякого вражеского зла. Ты, Сау, Владыка, Творец всего сущего, удостой меня при свете Твоей истины, с просвещенным сердцем исполнять Твою волю, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. 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 и высшие истинные служители мусульманам, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, и нам дающим священникам законам, ими власть свойств, и наведи страху и на них, и через них сотворил благое церковь и творил, и дабы издавали мудрые законы, и дали достойно жить людям, так и было из чего уделять нуждающимся. В космических сердецах сохрани их от покушения на них. Садим, Артем, Смитрия, Дональд, Рамзана, Владикора, Александра, Ардагена, Романа. И дабы мира Израилу, России, Украине, Сирии, где война идет, и научи нас ценить это мирное время, и приготовь землю к великим и грозным испытаниям, грядущим на всю вселенную. Аллилуйя! Слава тебе, Господи, за тихую и мирную ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и уможить наши таланты, дарованные тобой, и для всего пошли нам добрых помощников, наставников и совместных. И сохраняй нас и в этот день от всякого рода зла, греха и искушений, дьявольских. Защити нас, действие наше от пожара, от ворот, от вещественных сил. И живущих там Андрея, Игоря, Игоря, Серафима, Владимира и обратились. Людмилу, Любовь, Владимир, Алексея и Иосифа. Прищи добрые жители, детьми, знающими и ведущими заход по имуставу твоим. И сохранить школу. Спаси и помилуй Татьяну, Насталью, Игоря, Марину, Екатерину, Сябек, Виктор, Игоря, Татьяна, Людмила, Милу, Анастасию, Рашидку, Господи. Помилуй нас, например. Спаси и помилуй Надежду. Валентину, Екатерину, Анастасию, Наталью. Евгения, Анастасия, Михаила, Нина, Анну, Юрию, Екатерину, Екатерину, Галину. Господи, знаете, Сергея, 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 Александра, Александра, Александра. Анастасия, Ромена, освободи от духа лжи. Опор приведи его к святой православной вере. Господи, Иисусе, Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава Тебе наш Бог и Его, Алла, Волочи. Свят, свят, свят Господь, Слава Богу. Вся земля полна, слава Его, Аллинуя. Слава Вышний Богу. На земле и мир человека бодоволений. Благодарю Тебя, Господи, за тот день, который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобой и ожидание Суда Божия. Благодарю Тебя, Господи Божий мой, за тот день, который дал мне святую Библию. И тогда наполкование святых отцов. И вечности, возрая всем, трудившихся с моей душой. Мария, Степана, Александра, Михаила, Анна. Вола Тебя наш Господь, слава Тебе. Возли на угрозы врагов, а их издевательство над истиной. Не дай им погибнуть. Александра, Александра, Евгения, Максима, Викторовна. Слава Тебя, Найди, Господи. И в судный день не помяни их безумия. Благослови благодетели наш. Елена, Людмила, Александра, Евгения, Наталья, Юрия. Надежда, Глава Тебя. Слава Тебе, Боже наш. Слава Тебе. Пресвятая Госпожа Богородица, Трисна, Дева Мария, Матерь Христа, Бога Нашего. Спасибо с молитвами Своими. Воздаю в вечности добром, Господи. Всем помогавшим нам в путешествии, принимавшим нас. Павла, Динаиду, Владимиру, Людмилу, Дмитрия Владимиру. Аллилуйя. Избави от пьянца Павла, Михаила, Андрея, Владимира, Александра, Игоря. Путешествующие, Боже с вами, его брати. Льва, Раиса, Виктора, Лидия. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Посети болящих, дай силы, здоровье, привести все скорбие болезни. Италию. Валерия, Иллариона, Кирилла, Татьяну, Надежду. Умелу, Татьяну, Татьяну. Валентину, Валентину, Марию, Александру. Благодарю Тебя, Господи, за друзей, за врагов. За здоровье, за болезни. Но по Твоему благоволению, все это может оказаться на пользу нам. И сохрани наше сокровище. Здесь в интернете и книги, здесь из пяти. И трудящихся Игоря, Юрия, Дмитрия, Виктора, Сергея, Сергея, Андрея, Андрея, Вячеслава, Дмитрия, Виталия. Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Найдя и обрати Тимофея, Тимофея, Мартина, Германа, Александра, Симона, Леонтия. Ангел Христов, Хранитель мой Святой, моли Бога о мне грешен. Благодарю Тебя, мой Ангел, сколько лет Ты хранил, защищал. Не покинь смертный счастье, когда душа Бога, то измучайся от тела. Поведи душу мою помытошку. И веди она веки, вечное царство Христа Бога нашего. Аминь. И Ангел Христов, претеща Христов, моли Бога, она. Мужчина, житель в бедности. Имея пропитание, одежда, быть благощитивым и доволен. Никогда не ростать, никому не завидовать. Быть во всем остановленным. Слава Тебе, Боже наш. Слава Тебе. Искритите Христову Никола на жительских и доходах. Моли Бога, она. Искритите Христову Никола на жительских и доходах. 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 Молите Бога о нам. Дивный Господь, И укрепи народства, Анфину, Вениамину, дай веру, И успеши родителей за такое ложное воспитание. Молите Бога на святых сил, Василий Великий, Егорий Богослов, Янжел, Сафанасий, Великий Иврин, Селин, Антоний, Макарий, Макарий, Антоний, Феодосий, Корниль и Евгений, Сергий, Радонский, Степан, Фернский, Серафим, Короткий, Кирилл, Реходий, Ахентий, Николай, Макарий, Алтайский, Филарет, И все перевозчики Священного Писания, Молите Бога о нас. Слава Тебе, Боже. Слава Тебе. Слава Тебе. Молите Бога о нас. И все жены и девы. Теплый первомущий. Сапатина Саварина Феврония, Верная Надежда Любой Матери Софии, Наталья Адрияновна, Варвара Екатерина Ковикова, Татьяна Елиновна, Марина Египетская, Крестила Акила, Адрия Египетрия, И Слово, Адрин Господь, Послушание, Молчание, Слава Богу, Истернико, Сохрани их От Тящества, Поруганье, Господи, А веру православную Возвыть и очистить от негодного, А замысель Ветхиков, Разрушен, Мечтов превратить, А любви Истер Касин, Господу, Непокоривость. Один из семейства Евгений. Надежда, свежесть. Людмила. И Анну. И даем страху, что. Имена шумолитвы Диане Русско. Жертву вечернюю, благоухаю, неприятную перед Христом и Благодатикой, Господи. И соедини молитву нашу с молитвами всех, и ты, молящихся тебе на небе и на земле. Господи, соедини нашу молитву и услышь молящихся о нас во благо нам, благослови их и помилы. И прими нашу молитву, любящий Отец, о всех заповедавших нам молиться о них. Глава тебе, Отец, Сын и Святой Звук. Аминь. Говори, Господи, Владырь, слушай ты, да слышит раз твой. Аминь. 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 У hơn. Аминь. Христос воскрес за всех. Воистину воскрес. Давайте на воскрес для всех. Все стоит на воскрес. Все стоит на воскрес. Продолжаем чтение книги к истинному православию. И тема о семье. Многие совратились с пути через красоту женскую. От нее, как огонь, загорается любовь. Отнюдь не сиди с женой замужнею и не оставайся с нею на перу за вином, чтобы не склонилась к ней душа твоя и чтобы ты не поползнулся духом в погибель. Можно пережить всякую рану, только не рану сердечную. И всякую злость, только не злость женскую. Соглашусь лучше жить со львом и драконом, нежели жить со злою женою. Злость жены изменяет взгляд ее и делает лицо ее мрачным, как у медведя. Сядет муж ее среди друзей своих и, услышав о ней, горько вздохнет. Всякая злость мала в сравнении со злостью жены. Жребий грешника допадет на нее. Что восхождение по песку для ног старика, то сварливая жена для тихого мужа. Не засматривайся на красоту женскую и не походствуй на жену. Досада, стыд и большой срам, когда жена будет преобладать над своим мужем. Сердце унылое и лице печальное, и раносердечное, злая жена. Опущенные руки и расслабленные колена. Жена, которая не осчастливит своего мужа. От жены начало греха, и через нее все мы умираем. Не давай воде выхода, ни злой жене власти. Не сиди среди женщин, ибо как из одежд выходит моль, так от женщины лукавство женское. Лучше злой мужчина, нежели ласковая женщина, которая стыдит до поношения. Книга Серахова, 25 глава, с 15 по 23 стих и 42 глава, 13 стих. Не будь ревнив к жене сердца твоего, и не подавай ей дурного урока против тебя самого. Не отдавай жене души твоей, чтобы она не восстала против власти твоей. Болезнь, сердце и печаль, жена ревнивая к другой жене, и бич языка ее ко всем прирожающейся. Движущаяся туда и сюда, Воловья Ермо, злая жена, берущая ее то же, что хватающий скорпиона. Большая досада, жена, преданная пьянству, и она не скроет своего срама. Кроткая жена, дар Господа, и нет сыны благовоспитанной душе. Благодать на благодать, жена стыдливая. При худой жене хорошо иметь печать, и где много рук, там запирай. Книга Серахова, 26 глава, 7 стих и 42 глава, 6. Отвращай око твое от женщины благообразной, и не засматривайся на чужую красоту. Серахова, 9, 8. Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Матфея, 5, 28. Кто разводится с женою своей, кроме вины прелюбодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать, и кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Матфея, 5, 31. Жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием, жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие. И вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах. 1 Петра, 3 глава, с 1 по 7 стихи. Во избежание блуда каждый имей свою жену, и каждый имей своего мужа. Муж, оказывая жене должное благорасположение, подобно и жена мужу. Жена не властна над своим телом, но муж. Равно и муж не власти над своим телом, но жена. Первое послание Коринфянам, 7 глава, с 1 по 4 стих. Разведенный до смерти супруги не имеет права жениться. 1 Коринфянам, 7.39. Жена связана законом, доколе жив муж ее. Если же муж ее умрет, свободно выйти за кого хочет, только в Господе. И Римлянам, 7 глава. Смотрение ножом, порнофильмы, открытки считалось равным, что иметь на плечах собачью голову. Житие Пахомия, память 17 мая. 2 Царство, 3.8. А Венир же сильно разгневался на слова, и Евафей сказал, «Разве я собачья голова? Я против Иуды оказал ныне милость в дому Саула, отца твоего, братьям его и друзьям его, и не предал тебя в руки Давида, а ты взыскиваешь ныне на мне грех из-за женщины». Стыдливость была такой, что стыдились показать больное тело врачу. Святая Агафья, память 16 апреля, Макрина, 19 июля. «Нет ничего страшнее блудного греха», — говорит святой Нифон. «На этом мытарстве и после смерти погибает больше душ, чем на остальных 19 мытарствах испытаниях по роду греха, пьянства, язык и другие. Женам запрещалось смотреть в открытый алтарь». Василий Великий, 1 января, правило, память. «Через женщину дьявол много делает зла», — учит Арсений Великий. Чтобы понять прогресс в целомудрии одежды, вспомним житие Иакова Низин, 13 января. «Увидевшего девять с голыми ногами и непокрытыми головами, которых покарал так, что они тотчас посидели». Цитата. «Если самый брак должен быть освящаем, покровом и благословением священническим, то как может быть брак там, где нет согласия и веры?» Амбросий Медиаланский. «Учи жену страху Божию, и все потечет к тебе, как из источника, и дом твой будет исполнен многими благами». Это и расстраивает всю Вселенную, что мы не родим о собственных детях, заботимся об их имуществе, а душою их пренебрегаем, что является крайним безумием. «Нам нет извинения, если дети у нас развращены. Если бы отцы тщательно воспитывали своих детей, то не было бы ни судилищ, ни наказаний. Старайся научить сына презирать славу настоящей жизни. От этого он будет славнее и знаменитее». «Как никто не может рассчитывать на оправдание и снисхождение в собственных грехах, так нет оправдания родителям в грехах детей». «Мы в долгу у отцов, родивших нас, но у отцов, хорошо воспитавших и наставивших нас в благочестии, мы в гораздо большем долгу. Лучше человеку не родиться, нежели родиться и быть в вечной гибели. Многие родители, имея слепую любовь к детям, жалеют наказывать их за проступки. Но после, когда дети вырастут и будут безнравственны, такие родители скоро сами поймут свою погрешность в том, что не наказывали детей, пока они были малы». «Не наказанные в юности, в зрелости остаются, как кони необъезженные и дикие, ни к какому делу не пригодные. Поэтому, христианин, люби детей своих по-христиански и наказывай их, чтобы стали исправными и добрыми». Тихон Задонский «Уважающий мать свою, как приобретающий сокровища, почитающий отца, будет иметь радость от детей своих». «День молитвы будет услышан. «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы тебе было хорошо и чтобы пробились дни твои на земле. Уважающий отца будет долгоденствовать. Милосердие к отцу не забыто, несмотря на грехи твои. Благосостояние твоего умножится, как лед от теплоты разрешатся грехи твои». Книга Серахова, 3 глава, с 4 по 5 стихи. Исход 20 глава, 12 стих. Серахова, 3 глава, с 9 по 14. «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе». Ефесянам 6.1 «Если же они повелевают противное Слову Божию, того ни в коем случае нельзя слушать, поскольку несравненно более должно быть почитаемо Божие повеление, чем родительское». Тихон Задонский «Как девство лучше брака, так первый брак лучше второго. Развалится дело противное, как природе, так и Божественному закону. Как во время болезни мы не отсекаем членом больного, а исцеляем его, так будем поступать и с женою. Все. Брак дан для деторождения, а еще более для погашения естественного пламени». Златоуст «Вступившим в брак настолько труднее спасаться, как бежать со связанными ногами». Пей воду из твоего водоема и текущую из твоего колодезя. Пусть не разливаются источники твои по улице. Утешайся женою юности твоей, любезную ланью и прекрасную серную. Груди ее да уповают тебя во всякое время. Любовью ее услаждайся постоянно. «И для чего тебе, сын мой, увлекаться посторонней и обнимать груди чужой? Ибо пред очами Господа пути человека, и он измеряет все стези его. Беззаконного уловляют собственные беззакония его. И в узах греха своего он содержится. Он умирает без наставления и от множества безумия своего теряется». Книга Притчи, 5 глава, с 15 по 23 стихи. «Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящие свою жену, любят самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь, потому что мы члены тела его, от плоти его и от костей его. «Посему оставит человек отца своего и мать, и прилипится к жене своей, и будут двое одна плоть». Ефесянам, 5 глава, с 28 по 33 стихи. «Воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога». 1 Фессалоникийцам, 4 глава, с 3 по 5 стихи. «Неженатый заботится о Господнем, как угодить Господу, а женатый заботится о мирском, как угодить жене». 1 Каифелам, 7.32. «Нет ничего хуже, как смотреть с вожделением на женщину. Многие погибли из-за женщин. Не будьте рабами скверных, ниже естественных страстей. Непостыдных похотений, столь мерзких пред Богом». Антоний Великий. «Блудная брань усиливается от пяти причин. От празднословия, тщеславия, многого сна и от склонности к красивой одежде, от пресвящения. Ава Исаия. Если тебя борет блудная страсть, удручай тело подвигами, со смирением преподая пред Богом и обретешь покой. Непрестанно удручай себя бдением, голодом и жаждой, смиряясь пред всеми. Ава Исаия». Искушения этого греха сильны и ничего не волнует так юношеского возраста, как эта страсть. Поэтому оградим юных отовсюду советами, увещаниями, страхом и угрозами. Если хочешь смотреть и услаждаться взором, то смотри постоянно на свою жену и люби ее. «Этого не воспрещает никакой закон. Где блуд, там обитает дьявол. Блуд уготавляет для нас вечный и неугасимый огонь». Иоанн Златоуст. «Может ли что быть соблазнительное, как видеть христианских жен, которые являются публично разодетыми и разрумянинными, подобно блудницам?» Тертулиан. «На врачующихся полагаются венцы на главах в знамения победы, что они, непобедимые страстью, до брака таковыми приступили к брачному ложу. А если кто, быв уловлен сладострастием, отдал себя блудницам, то для чего ему, побежденному, иметь и венец на главе своей?» Златоуст. «Мать составляет славу детей, жена мужу, мужа, святой Климент. Святой Киприан говорит, что украшения женщин обезображивают их и оскорбляют Бога. Христианки не красили волос и не подкрашивали щек и бровей, не употребляли благовонных мазей. Бог смотрит на внутреннее, а не внешнее. Что делать, если она будет скромна и тиха, а он дерзок, подозрителен, сердит, будет сильно надмиваться? Как вынести ей такое унижение и притеснение? «Терпи», — говорит апостол, «все это рабство, ибо тогда только ты будешь свободна, когда он умрет. Против тебя муж поднимает войну жена, тебя входящего встречает она, как зверь, изощряет язык свой, как меч. Горестное обстоятельство, что помощница стала врагом. Но испытай самого себя. Не сделал ли ты сам чего-либо в молодости против женщины? И вот рана, нанесенная тобою женщине, врачуется женщиной, и язву чужой женщины, как хирург, выжигает собственная жена. Жена злая будет дана мужу грешному, и дана будет, как горькое противоядие, которое иссушает худые соки грешника. Златоуст. Цитата. Мужу бить жену свою, это крайне бесчестно, не только для того, кого бьют, но и для того, кто бьет. И вам, жены, и вам, мужья, говорю, сохрани вас Бог от такого греха, который бы доводил мужа, до необходимости бить жену. Такого мужа, если только можно назвать его мужем, а не зверем, я ставлю наравне с отца убийцею, и матери-убийцею. Когда соседи и проходящие стекаются, как бы к жилищу некоего зверя, внутри логово пожирающего свою добычу. Если после многих опытов узнаешь, что жена твоя не исправилась и упорно держится в своих обычаях, и тогда не изгоняй ее. Искорени из ее мысли слова, «Мое, твое». Если скажет она это «Мое», скажи ей, что такое «Твое». Я не знаю этого и не имею ничего собственного. Как же ты говоришь «Мое», когда все «Твое». В отношении ко всем женщинам муж должен вести себя так, чтобы не возбуждать ревности в своей жене и избежать всякого подозрения в неверности. Эпитемия наказания за блуд 4-7 лет, за прелюбодеяние женатому от 7 до 15 лет, прелюбодействовавший 15 лет до не приобщается святых тайн. Распределение же на сии 15 лет для него следующее. «Четыре лета, да будет он плачущим, пять лет слушающим писание, четыре преподающим, два да стоит с верными без приобщения. Блудник семь лет, да не причастится святых тайн. Два лета да плачет, два да слушает, два да преподает, и единое лето только достоит с верными. Восьмое допущен будет до святого причастия». Правила Василия Великого, 58-59 и 77-е. «Если жена прелюбодействовала и кто-либо прелюбодействовал, таковым надлежит в 7 лет прийти в совершенное общение по степеням к тому ведущей». Анкирский собор, 20-е правило. «Жена, оставившая мужа, если пойдет за иного, есть прелюбодейца по священному и божественному Василию, который весьма прилично из пророчества Иеремии привел сие. «Если жена будет мужу иному, не возвратится к мужу своему, но осквернением осквернена будет». Ипаки, держащий прелюбодейцу безумен и нечестив. «Если же усмотрено будет, яко оставила мужа без вины, то он достоин снисхождения, а она и петемии. Снисхождение же будет ему оказано в том, да будет он в общении с церковью. Но законно сопряженную себе жену, оставляющей и иную берущей по слову Господа, повинен суду прелюбодеяния». Постановлено же правилами отцов наших таковым год быть в разряде плачущих, два года слушающих чтение писаний, три года в преподающих и в седьмые стоять с верными. И так сподобится причащение, если со слезами каяться будет. Шестой Вселенский Собор, восемьдесят седьмое правило. Детей надо охранять от того, чтобы они не приобретали ложных понятий о жизни посредством чтений и сочинений, наполненных обольстительными, неизбыточными вымыслами, удалять их от дружбы и сообщества с дурными товарищами. Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? И так, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Иакова 4.4 Учите молиться Богу и водите в церковь, и больше всего учите своей жизнью и примером. Праведник ходит в своей непорочности, блаженны дети его после него, наказывая сына твоего, и он даст тебе покой и доставит радость к душе твоей. Притчи 20 глава 7 стихе 29-17. Человек, радующийся о детях и при жизни видящий падение врагов. Сирахов 25-10. Умерщляя их порочные склонности, это будет столько же благоприятная жертва Богу, какую принес Авраам, блаженный Августин. Особое попечение принадлежит остыдливости в детях. Волосы женщины даны вместо покрывала и являются ее честью, ее коса, ее краса. 1 Коринфянам 11 глава. Правила Василия 96-е. И даже ради подвижничества, как было у Феодоры память 11 сентября и Натальи 26 августа и Архилая 6 июня, запрещается стричь женщинам волосы, а мужам запрещено растить волосы длинными. Если которая жена ради мнимого подвижничества стрижет волосы, который дал ей Богу напоминание, подчиненности, таковая, как нарушающая заповедь подчиненности, да будет под клятвою. Ганский собор 17 правило. Все это ведет к стиранию полов, к мужеложеству, что церковными законами карается, как смертный грех. Мужеложники и скотоложники, убийцы и отравители и прелюбодеи и идолопоклонники того же осуждения достойны. Посему правило, которое, какое имеешь о прочих, соблюдай и о сих. А о принятии каявшихся тридцать лет в нечистоте, которую садилали в неведении, и сомневаться нам не надлежало. Ибо и неведение творит их достойными снисхождение и довольное исповедание и протечение столь долгого времени. Ибо они едва не весь век человеческие преданы были сатане, да научатся не бесчинствовать и. Посему повели уже неотложно принять их и наипаче, если имеют слезы, преклоняющие тебя к милосердию и являют житие достойное помилования. Явившему неистовство на мужеском поле время для покаяния да расположится сообразным временем беззаконовшего прелюбодеяния. Василий Великий, седьмое и шестьдесят второе правило. Грехи, бывающие от вожделения и сладострасти, разделяются следующим образом. Иной называется прелюбодеянием, а иной блудом. Некоторыми же тончайшими исследованиями заблагорассудилось и грех блуда именовать прелюбодеянием, поскольку один есть законный союз жены с мужем и мужем с женою. И так, все незаконное есть уже противозаконное, и берущий не свое, очевидно, берет чужое. Ибо человеку дана от Бога одна помощница, и над женою поставлена одна глава. И так, если кто стяжал себе по выражению божественного Павла свой собственный сосуд, 1 Колосиным 4.4, тому закон естественный предоставляет праведное употребление его. Но если кто обратится не к собственному, такой без сомнения чужой похитит. Для всякого чужое есть то, что не есть его собственное хотя бы и не было в виду владельца оное присвояющего. Посему строже исследовавшим сей предмет предоставляется блуд недалеко отстоящим от греха прелюбдеяния, ибо и божественное писание глаголит «Для чего тебе увлекаться постороннюю» Притча 5.20 Но поскольку к немощнейшим отцы являли некое снисхождение, то положено всем грехе общее различие таковое. Блудом называется исполнение похоти, соделанное с кем либо без обиды другому, а прелюбодеяние наветы обида чужому союзу. К сему относят скотоложство и мужеложство, потому что и сии грехи суть прелюбодеяния против естества, поскольку причиняется обида чужому роду и притом вопреки естеству. При таком разделении видов и сего греха общее вручевание состоит в том, да соделается человек через покаяние чистым от страстного неистовства к такому плотовугодию. Поскольку же у осквернившихся блудодеянием не сопряжена с им грехом обида, того ради сугубое время покаяния определено тем, кои осквернили себя прелюбодеянием или иными постыдными деяниями, как то смешением со скотом или неистовством к мужскому полу. И во всех случаях, как сказано мною, грех становится сугубым. Един состоит в непохвалительном сластолюбии, а другой в обиде другому. Да будет же некое различие образа покаяния во грехах сладострастия, возбудивший сам себя к исповеданию грехов, как уже начавший врачевание своего никдуга тем самым, что решился по собственному побуждению быть обличителем своих тайн, и как показавший знамение своего изменения к лучшему, да будет под эпитемией более снисходительным. А уловленный во зле или по некоему подозрению или по обвинению невольного облеченный подвергается продолжительнейшему исправлению, дабы со строгостью быв очищен, таким образом принят был к общению святых тайн. Правило о всем таково. Осквернившиеся блудодеянием на три года добудет совсем удалены от церковной молитвы, три года доучаствуют только в слушании писаний, в иные три лета домолятся с преподающими в покаянии, потом допрочищаются святых тайн. Для проходящих же покаяния ревностнее и житием своим показующих возвращение ко благому позволительно устрояющему полезное в церковном новостроительстве сократить время слушания и скорее приводить он их к обращению. Подобно сократить время и сего и скорее опустить до приобщения сообразность тем, как он собственным испытанием дознает состояние врачуемого. Ибо как воспрещено повергать бисер перед свиньями, так неуместно было бы и лишать драгоценного бисера того, который через удаление от греха и очищение уже сделался человеком. Беззаконие же содеваемое пролюбодеянием или другими видами нечистоты, как выше сказано по всему, тем же судом да будет врачуемо как и грех блудный, но с усугублением времени. При съем так кожде да будет наблюдаемо расположение врачуемого, подобно как и одержимого нечистотою блуда, дабы или ранее или позднее подавалось им причастие благо. Григорий Низкий 4 правило эпитемия как прелюбодею. Празднование дня рождения запрещается, ибо таковые пиршества заканчиваются погублением пророка, как на дне рождения Ирода обезглавлен Иоанн Предтеча. На День Ангела необходимо помолиться в храме или дома, прочесть канон Ангелу-Хранителю, поблагодарить Бога за сохраненную жизнь, милость Его. Как признак последнего времени есть особо злостное непослушание детей своим родителям. Римлянам 1.30 Обуянное духом вседозволенность и разрушение безмотивным преступлениями. Нечистые женщины будут рождать чудовища. 3.10 5.8 Убивающих мать, отца, предающих родину. Все это за грехи родителей, что ни при зачатии, ни при рождении, ни при воспитании не просили Божьих милостей, благословений. Дети обязаны не просто уважать, любить, но благоговейно чтить своих родителей. «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы тебе было хорошо и чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе». Книга Исход, 20 глава, 12 стих. «И даже под предлогом благочестия не покидай своих родителей. Исключение делается только для тех, чьи родители ставят выбор или мы или Бог». Цитата. «Если некоторые дети под предлогом благочестия оставляют своих родителей наипаче верных и не воздают подобающей чести родителям, да будут под клятвую. Впрочем, правоверие да будет ими соблюдаемо предпочтительно». Ганский собор, 16 правило. Жены убийцы, совершившие аборт, отлученные от церкви на 10 лет, должны знать, что по церковным правилам они отлучены на 10 лет, которые распределяются так, что при словах оглашенные языки, они, как и все готовящиеся к окрещению, должны выходить три четверти срока сего и стоять вне церкви и молиться, и только последнюю четверть срока находиться при богослужении на литургии до конца, но не причащаться. Цитата. «Умышленно погубившая зачат ты во утробе плод подлежит осуждению смертоубийства. Тонкого развлечения плода образовавшегося или еще необразованного у нас нет». «Ибо здесь полагается взыскание не только заимевшее родиться, но и за то, что наветовало самой себе. Поэлику жены от таковых покушений весьма часто умирают. С этим соединяется и погубление плода, как другое убийство от дерзающих на сие умышленно. впрочем подобает не до кончины продолжать покаяние их, но принимать их в общение по исполнении десяти лет. Врачевание же измерять не временем, но образом покаяния». Правило веселья великого второе. сегодня закончим. Давайте с Богом храни всех Господь. Вопросов нет? А вот Игнать Тихонич вопрос. Если там женился при живой жене и эпитимия ему назначается, он же должен оставить эту вторую жену обязательно, если он кается в этом? Когда? В каком случае? Ну когда второй брак у него при живой жене? Ну никак. Никакого брака не может быть пока же важно. Нет. Мы сейчас читали, что за это полагается эпитимия. То есть он согрешил. Он женился при живой жене. Вот. А потом кается в этом грехе. Ему назначается эпитимия там сколько за пролюбодеяние? 10 лет. Но он же не допустится до прещания, пока он вторую жену не оставит. Или можно со второй женой жить, 10 лет отстояло продолжать с ней жить со второй женой. Он же отстоял эпитимию, он же не прочищался. Главное из-за жил такие вопросы ставят, что скажешь, это нормальный или не нормально. Я все вспомнил. Яна Амазова, вон есть мировой педагогик. Там есть такая вся ярмарка. Какая-то. Только говорит, что когда отвечает, а там рука. Там щих надо на 40 лет. И умерз уже. И тут идет опять отечество. Есть Евангелие Слова Христа. И есть только пристал в церкви. Было вначале. И то, что сегодня пришло. Но ему надо жениться. какое отношение с церковью имеет? Вот такие вопросы. Никто жил жает. Но уберите зачем тебе церковь это неси-то? Когда ты и она не верит. Венечают всех подряд. Вот сколько в воскресенье придет венечать всех. Родственники никому нигде не откажут. Нигде ни одному во всем мире. Он стоит врет на пропалую. Прекратить величание как и крещение. Если еще не делается зачем это обманывать? Венечают тех, которые соблюдают закон. Она у него жена одна. Первая или вторая. Первая может быть только когда умерла. Если при живом муже выйдет замуж. При живом муже выйдет замуж. Называется ничего больше не надо. И вопросы все отпадают. Вопрос решается очень просто. А как же мы по жестокосерди чтобы не убивали? свобода когда умрет жена она не умирает. Надо помочь ей. Вот это же стокосердие есть. Распинался соловьем пел, а тут на тебя. венчает церковь сколько раз Пугачева венчали? А сейчас стоит краска спала какая-то старушонка там. Она пела то ли еще будет. как раз это и то ли еще будет. вот так если вопрос не решается никак прекратить все это. У меня знакомый есть протоиерей он на архиерею пришел и сказал у архиерея на разбор лежат там большие горки этих второй брак где третий 33 там и у него так же было он говорит ну это же прелюбодеяние вывеличают ну в данном то случаются сутармин то там и гритами то понятно тоска их какая чтобы как-то восстановили чтобы незаконно признали статус его жены что она живет а он живой нет ничего не получится вы видели что делается в Екатеринбурге какая там идет битва за храм за территорию за сквер да видели там заборы что-то ломают это видел по способу да нет здесь право нет здесь здесь люди ольга здесь ломают Продолжение следует... Продолжение следует...